Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Каждый, кто видел хоть раз колокольчик, согласится со мной. Один из прекрасных цветов. Его воспевают в песнях, он уже и на картинах изображен. И вообще колокольчик это такой, как бы, символ, колокол, что-то такое, ну, такое, что-то возвышенное, святое. Вот это колокольчик компанула, наконец-то он у меня расцвел. Это у меня угол, где посажены все колокольчики. Я рассказала в предыдущем видео о точечном колокольчике бордовом, сейчас скажу о компануле. То же самое, для тех, кто только начинает свою огородную историю, колокольчики это идеальный вариант. Неприхотливые, многолетние, морозоустойчивые. Вот в этом году я к этой клумбе еще не подходила. В прошлом году я насадила вот таких, видите, розеточек отростков. Маленьких-маленьких. Извините. Они сами вышли из-под снега нынче, сами зацвели. Видите, вот здесь вот гуще, там вообще целый лес будет колокольчиков. Сами зацвели и радуют меня своей красотой. Все, я ничего с ними не делаю. Я их тут даже нынче не рыхлила, не подкармливала. Они неприхотливые, нетребовательные к почве. Вот этот вид колокольчиков компанула. Он очень морозоустойчивый. Их сколько было, столько весной вылезло. Ни один колокольчик у нас не замерз. Все у них прекрасно. Они хорошо цветут. Массово прям одновременно выпустили бутоны и цветут. Размножаются корнями очень хорошо. Не корнями, а отводками. И вот эта сейчас розетка будет разделяться на много-много таких, как молодых, ну молодых деток, розеточек. В прошлом году я разделила, вот всего два куста, у меня получилась целая вот такая грядка. Так что, кто хочет у себя на участке посадить красивый многолетний цветок, который совершенно не требует ухода, пожалуйста, вот колокольчиком панула. Он размножается и семенами, но семенами вырастить его намного сложнее, потому что вот здесь вот сейчас будет коробочка на месте цветка. Цветки, эти семена очень-очень мелкие, такие же, как петуния. И посев и выращивание такой же сложный, как вырастить петунию. Поверхностно надо ее посеять, надо держать, как тепличные условия, мини-парничок опрыскивать. Я выращивала один раз, но я выращивала в грунте. Просто осенью, как сделала, сымитировала, как будто самосев. Посеяла на уплотненную землю, и весной они взошли. Ну такие, очень крошечные, за ними надо следить, чтобы почва не пересохла. Но вырастить возможно. Если кто-то хочет размножить себе колокольчиком панулу, я своим заказчикам по желанию добавляю бесплатно семена цветов. Вот эти семена я тоже соберу, потому что мне семена вот этих колокольчиков не нужны. Мне достаточно корневых отростков, если я захочу еще размножить, больше себе сделать. Я от корней накопаю. А семена, пожалуйста, берите, дерзайте, пробуйте выращивать колокольчики из семян. Но сразу говорю, что получится не у каждого. Если чуть почва пересохнет, семена засохнут. Если перельете, семена сгниют. И даже маленькие ростки поливать надо осторожно. Но это все потом будем мы зимой, как я буду писать и рассказывать, как именно вот такие мелкие-мелкие семена вырастить. Все, вот это видеоролик небольшой, это знакомство с колокольчиком компанула, который является многолетним, морозостойким, неприхотливым цветком. И для всех начинающих это идеальный вариант. Посадил один раз и все, любуйся несколько лет. Единственное, что вот эти розетки, потом, когда они сильно-сильно будут большие, густые, их нужно разъединять, ну, на несколько кустов. Все, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Там все заметки о выращивании цветов, о выращивании овощей. Все, что я пишу, все, что я снимаю, я выкладываю себе на страницу. До свидания. Пантелеймон, не балуйся, уйди.